Здравствуйте! В студии Светлана Дембицкая и сегодня в рамках прямого эфира мы поговорим о тех мероприятиях, которые проходили у нас летом. У нас в гостях глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружецкий. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефонная студия для прямого звонка это 8 495 649 1950 и 8 495 642 1952. Также я напоминаю, у нас ведется прямая трансляция на нашем сайте 3WLRT в разделе Live. Под диалоговым окном вы также можете задать свои вопросы. У меня убедительная просьба к вам оставлять свою контактную информацию, потому что позднее вам все равно в любом случае придет ответ на ваш вопрос, если он не прозвучит во время прямого эфира. Владимир Петрович, здравствуйте! Добрый вечер, Света! Добрый вечер всем, кто нас сегодня видит! Владимир Петрович, вот послезавтра наступит календарная осень. Это время сбора урожаев и как раз вот по лету будет видно, кто как поработал и как в их будут результаты этого урожая. И сегодня в эфире я также вам предлагаю обсудить, как потрудились различные службы на то, чтобы войти в осень и в зиму с хорошими результатами. Вот лето, несмотря на то, что началось в августе, но оно нас порадовало. Тем не менее, было насыщено различными мероприятиями. Вот я предлагаю вспомнить самые яркие. И одно из них – это приезд губернатора Андрея Воробьева. Скажите, цель была его, на мой взгляд, очень приятна. Он проверял образовательные учреждения, новые образовательные учреждения. Как все прошло? Были ли у него какие-то замечания? Либо наоборот, все было бы замечательно? Я скажу все-таки губернатор Андреевич Воробьеву в силу того, что ему есть что с чем сравнить. Потому что понятно, что он бывает, посещает самые разные районы, города, городские округа. И в разных городах разные подходы, разный опыт. И поэтому, когда Андрей Юрьевич был у нас в Люберцах, он не только посетил школу и детский садик, также и мы посетили дворовую территорию в районе улицы Инициативная. И понятно, что ряд вопросов, возможно, не так были выполнены, особенно в школе. Он сделал замечание, оно абсолютно справедливо. Потому что школа в целом хорошая, но стадион, он в принципе хороший. Но есть сегодня уже современные технологии. И можно сделать стадион искусственное поле, искусственная трава. И это другое поле, потому что все-таки у нас, хотим мы не хотим, есть весна, есть осень. И даже хороший стадион, травку засеяли. Но дожди идут, ребята, мячик будут гонять, и понятно, травку вытаптывают, появляется грязь, лужи, мы от этого не уйдем. Поэтому было сделано замечание, что идеальный вариант, учитывая то, что дети летом не обучаются, хотя стадион и летом тоже нужен, но для школьного обучения, для того, чтобы ребята могли заниматься на стадионе, лучше искусственный газон, искусственное поле. Но оно долговечнее. И долговечнее, и приятнее. И у нас сегодня на территории городского округа есть целый ряд стадионов с искусственным покрытием. Это у нас вот возле нашего стадиона, там есть запасное поле, значит, у Наташевского парка есть стадион, тоже искусственное поле. Поэтому такое замечание мы, естественно, устраним, мы переговорили с подрядчиком и договорились, что в следующий год мы это сделаем. Были замечания по детскому садику, потому что ряд таких игровых фигур, и качели, и так далее, они были установлены на траве. Тоже детишки, трава, поэтому мы замечания тоже приняли, и эти все вопросы мы устраним. А так, в целом, надо дать должное, и Андрей Юрьевич это подчеркнул, что вот школа, которая сегодня построена в новом микрорайоне, мы называем Люберцы 2015, или это вот микрорайон Зенина. Это новая школа, она современная, по самым современным технологиям выполнена. Она нравится и всем, кто там проживает. Сегодня там ходят в эту школу на экскурсии. Я думаю, понравится детишкам, потому что светлые, красивые помещения, класс, это отдельная школа. Отдельная тема по школе, мы эту тему позже обсудим. Что касается детского садика, то он один из лучших. Он тоже уникальный, он, во-первых, круглые формы. Он, во-вторых, круглые формы, тоже хорошее помещение, группы, плавательный бассейн. То есть вся необходимая атрибутика для того, чтобы дети могли отдыхать, и родители за них были спокойны. Там все сделано. Поэтому понятно, что здесь и честь и хвала нашим застройщикам. Мы, естественно, эти вопросы контролируем. Министерство образования регулярно с инспекцией и ряда вопросов поправляет. Поэтому это такая работа, она носит такой системный текущий характер. Ну, в целом, я оценю, что нам есть что показать. Ну, то есть в этом году у нас будут запущены два новых образовательных учреждения. Это детский садик и школа. Нет. Во-первых, в этом году, вот 1 сентября, мы запустим школу на 1100 мест. Это микрорайоны, я уже говорил, в районе Зенина. Мы запускаем в этом году ни много ни мало опять детских садиков. Значит, это два корпуса в микрорайоне 7-й и 8-й, или мы называем Красная Горка. По 150 мест каждый корпус, они будут присоединены к детскому садику Белоснежка. Белоснежка. Мы планируем сдать детский садик в этом году. Это в районе Новая застройка. Значит, это в районе улицы 8 Марта на границе с Москвой. Там на 320 мест будет детский садик. И два детского садика по 180 мест. Это в районе улицы Кирова, где идет застройка, мы называемый район 35Ж. И второй детский садик – это поселок Калинино. То есть мы в этом году сдаем 5 детских садиков. И в конце года мы должны еще, мы сегодня работаем плотно с застройщиком, в 7-м, 8-м микрорайоне будет, планируем сдать еще одну школу. Ну, это в декабре месяц. А дальше будет комплектация всем необходимым, поэтому со следующего года эта школа тоже будет введена в эксплуатацию. Но сдача ее в этом году. Уже в этом году. Скажите, пожалуйста, это хорошо, когда вводится новое образовательное здание. А что было с другими образователями учреждениями? Был ли какой-то капитальный ремонт, либо просто косметический? Какая ситуация в других образователях? Я на это, на это тема достаточно такая, она обширная. И она такая, я бы сказал, образование у нас носит некий глобальный характер, потому что люберецкое образование, я оцениваю, что оно является одним из лучших в Московской области. У нас 43 учебных образовательных учреждения. И понятно, что все мы ходили в школу в свое время, и сегодня есть родители, которые детишек прожают в школу, наблюдают, что в школах происходит. И мы можем сравнить даже, что было 10 лет назад в школах, и что сегодня, это две большие разницы. Но даже и 10 лет назад, даже были времена, когда было такое тотальное безденежие в 90-е годы, и то директор школы, учителя, они думали о следующем учебном годе, они летом каким-то образом старались привести школу к следующему учебному году. Сегодня у нас времена тоже непростые, тем не менее, выделяются деньги из бюджета. Вот в этом году было выделено не менее 280 миллионов рублей на разного рода ремонты. Поэтому мы, как правило, в течение года собираем всю информацию, мы готовимся к следующему учебному году. Поэтому в этом учебном году, по сути, все лето шли ремонты, где-то кровля, где-то отопление, где-то вопросы связанные с вентиляцией, где-то с фасадами, где-то с инженерным обеспечением, потому что есть проблемы по электричеству и так далее. Поэтому это такая большая громадная работа. Мы сегодня системно подходим и пытаемся заменить окна, а еще есть школы, есть деревянные окна, на пластиковые. Этой работой мы занимаемся, думаем, довести ее до логического конца. Поэтому на сегодняшний день все школы, 43 школы, они к учебному году готовы, потому что так уж заведено тоже в системе. Значит, у нас есть определенная отчетность и перед Министерством образования, и перед нашими жителями, что где-то в пределах 15-20 августа все школы должны быть 100% готовы к учебному году. Есть определенные акты, которые подписывает Роспотребнадзор, пожарные, другие структуры, поэтому все эти акты, эти службы подписывают, несут, естественно, за это ответственность, вплоть до уголовной, потому что школа должна соответствовать и вопросам безопасности, и пожарной безопасности. Есть вопросы антитеррористической безопасности. Эти вопросы тоже мы отслеживаем. Ну и заканчивая, чтобы в школе зимой было тепло, чтобы крыша не текла. Поэтому все эти вопросы мы на контроле держим. И сегодня все школы у нас готовы 100% к новому учебному году. Вы практически предвхитили мой вопрос. Не могу не вспомнить последний эфир с президентом Владимиром Путиным, где во время эфира позвонила одна из мам и сказала, что требует купить парту. И очень резонансные ответы пошли во всех СМИ. Скажите, вот все, что касается подготовки к школе, а именно учебников, либо покупки игрушек в садиках, это за счет родительских средств, либо все-таки это выделяется из бюджета? Нет. У нас сегодня все эти вопросы связаны с материальным обеспечением школ, парты, компьютеризация в школах. Значит, вопросы, связанные с учебниками, все эти вопросы решаются за счет бюджета, за счет закупок, централизованных, и поэтому у нас таких вопросов нет. И более того, если где-то я допускаю, что могут быть какие-то случаи, какие-то недоразумения, чего я не допускаю, то у нас есть, начинается служба 112, есть мои координаты в социальных сетях, есть почта главы, поэтому пишите, звоните, потому что быть этого не может. Потому что мы все эти вопросы сегодня, слава богу, можем обеспечить за счет бюджета. Мы к услугам, к затратам родителей на содержание этого ребеночка в школе, либо в детском садике, на закупку какого-то инвентаря к родителям не прибегаем, потому что это неправильно и незаконно. Хотя, я скажу так, абсолютно не запрещено, и у нас родители разные. И если, скажем, родитель пришел и так прикинул, походил и говорит, а хотите, я вам сделаю футбольное поле с искусственным покрытием. Мы только будем рады, если есть такие возможности. Потому что кто-то занимается бизнесом, меценатством, ему хочется помочь, никто не против. Но чтобы кто-то требовал, обязывал, такого нет. Я вам даже могу больше сказать. Мы провели опрос в нашей сети Инстаграм, именно с подобным опросом сталкивались ли вы с такой проблемой. И меня очень обрадовало то, что как раз были практически все положительные ответы, никто с таким не сталкивался. И в подтверждение своих слов я хочу вам показать сюжет. Он готовился накануне. Сюжет именно о том, как готовы школы к первому сентябрю и какова у них оснащенность. Давайте посмотрим. Все учреждения сферы образования, а это 43 школы, 47 детских садов и 5 объектов дополнительного образования, в полной мере готовы встретить новый учебный год. Ремонтные работы и закупка необходимого оборудования завершилось еще в середине августа. На подготовку к первому сентября из бюджета городского округа Люберцы выделено около 270 миллионов рублей. Для того, чтобы отремонтировать спортивные залы, пищеблоки, провести ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, ремонтируем, ну вот заканчивается ремонт отопления в ряде учреждений и к отопительному сезону зимне-осеннего периода также учреждения будут подготовлены. Отдельные условия предусмотрены для льготной категории граждан. Двухразовое питание в школьной столовой бесплатно предоставляется детям из малоимущих и многодетных семей. Сумма финансирования компенсации на школьную одежду не изменилась и по-прежнему составляет 3000 рублей на одного ребенка. Для того, чтобы получить эти деньги, родителям необходимо подать пакет документов не позднее 10 декабря. В целом система готова. И думаем, что при такой качественной подготовке соответствующая будет и успеваемость наших ребят в школе, и настроение детишек в детских садах. В этом году в общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы будут получать знания более 30 тысяч школьников. Это на 2700 учеников больше, чем в предыдущем году. А в детские сады пойдут более 15 тысяч малышей. Их количество также увеличилось на 300 человек. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы по телефонам горячей линии. Это 8-495-642-1950 и 8-495-642-1952. Также я напоминаю, что прямая онлайн-трансляция ведется на нашем сайте 3wlrt.tv в разделе «Лайв». И также вы можете оставить там свои вопросы. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я из северной стороны города Люберцы, Латышева Людмила Ивановна. Очень приятно. Вы меня слышите? Да, 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 Людмила Ивановна. Какой у вас вопрос? Вот у меня вопрос такой. У нас автобусы 453 и 1. Так. И 1. Когда они отходят от конечной остановки, они едут в направлении Некрасовки, делают петлю и поворачивают уже на Ухтонку. И вот остановка, которая напротив рынка, почему-то они ее игнорируют. Они едут пустые, там бывает красный свет. Они стоят, гордо подняв нос, и никто нас не сожидает. Людмила Ивановна, я вопрос понял, услышал. Я думаю, что мы в состоянии этот вопрос поправить. Я его зафиксировал. Просто буквально завтра дам поручение своим коллегам, чтобы отработали с этим маршрутом. Я не вижу проблем. Просто не вижу. Хорошо, спасибо. Ну что ж, продолжим эфир. Владимир Иванович, летом активно ведутся работы по благоустройству как придомовой территории, так и подъездов. Скорее всего, это львиная доля на то время года, когда проводятся эти работы. Скажите, в связи с тем, что лето было и запоздалым, и дождливым, график этих работ как-то сбился или нет? В эфире мы, наверное, начиная с конца июля, очень много показывали приемку подъездов. И вы неоднократно были на этих подъездах, принимали. Скажите, ваше впечатление? Нет, ну видите, погода на ремонт подъезда не влияет, потому что это под крышей. Другое дело, это ремонт дворовой территории, либо ремонт дорог, это уже другая история, тут есть влияние. А что касается подъездов, здесь нужна просто организация, такой системный подход, контроль. И мы в этом году ремонтируем 1298 подъездов. Эта цифра у меня сидит в памяти, потому что мы постоянно как-то общаемся, в том числе и с журналистами об этом говорим. И на контроле эти все вопросы стоят. Поэтому сегодня где-то уже, по сути, отремонтировано, я боюсь ошибиться, но где-то в пределах 880-900 подъездов. И я ставлю задачу к первому, желательно, октября, завершить эту работу. Почему именно к первому октября? Да, по той лишь причине, чтобы мы ушли в зиму, и никто, извиняюсь за какие слова, не ковырялся в подъезде, открытые двери, уже холода начинается. Поэтому ставим такую задачу. Все идет везде, по сути, не могу сказать, что равномерно. В этом плане у нас передовики – это ЛГЖТ, наша самая крупная компания не только в Люберецком районе, но и в Московской области. Лук на уровне идет. Все остальные как бы рядышком. Мы сегодня эти вопросы держим на контроле. И я надеюсь, что мы с этой работой справимся. Я сегодня благодарен всем нашим жителям, кто в этом принимает участие. Потому что ставится задача, ставлю ее я, передо мной ставит задачу губернатор. Все, что касается ремонта двора, либо подъезда, все эти вопросы должны быть четко, жестко, быть скоординированы и под контролем жителей. Поэтому мы, когда приступаем к ремонту подъезда, то мы говорим, и я ставлю задачу, чтобы провели опрос среди жителей, а какого цвета стены должны быть, а где, на что надо обратить внимание. И мы когда эту работу делаем, то я прошу, чтобы жители контролировали, потому что люди у нас разные, и, скажем так, ответственность у всех тоже разная. И если где-то видят наши жители, потому что они входят в подъезд, выходят из подъезда, что где-то есть работа, ведется некачественно, где-то не так, как она должна быть, то звоните, набирайте, пишите, мы обязательно поправим. Когда работа подрядчикам выполнена, то ставится задача, чтобы эту работу акт подписали жители в лице совета дома, представителя совета дома, либо старшего по подъезду, роспись. Если нету росписи жителя, то мы не платим подрядчику. Поэтому это работа, которая, она на виду, и мы привлекаем жителей. Я, еще раз говорю, я благодарен активным жителям, потому что только с помощью и сообща мы можем и навести порядок, и удержать этот порядок на территории. Мне подсказывают, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите. Вы в эфире. Слушаем вас. Будьте добры. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья Владимировна Кудрявцева. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Я обращаюсь к Владимиру Петровичу. Добрый вечер. Добрый вечер. Я проживаю на улице Побратимов, дом 27. У нас в том году делали детскую площадку около 29-го дома. И там тротуар такой сделали. До половины тротуара заасфальтировали, а половину тротуара у нас не заасфальтировали. Как раз там, где у нас идет грязь, и лужи стоят, сырость. Когда дожди идут, сырость. И никто звонил в администрацию в том году. Никто мне это не помог. Теперь я решила к вам обратиться, Владимир Петрович. Наталья Владимировна, я себе этот вопрос записал. Мы постараемся, просто разберусь завтра, и постараемся как-то на это повлиять и решить. Я сейчас для меня как бы новость, потому что если делали тротуар и не доделали, что неправильно надо было доделать. Просто разберусь, и мы, я думаю, свои координаты оставили, и мы обязательно в том числе и на вас выйдем. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, все будет хорошо, Татьяна Владимировна. Владимир Петрович, этот год был насыщен мероприятиями, связанными с благоустройством рекреационных зон. В частности, это Тамиленский парк, это парк Льлапса. Также, наконец-то, руки дошли до Центрального парка. Вот скажите, пожалуйста, что было проведено, что еще предстоит сделать? Ну, видите, скажем, здесь ничего нового нет. Мы, если в свое время взялись или взялись, сообща, за Наташинский парк, мы его привели в порядок. И сегодня жители благодарны. Хотя я вам скажу, по тому количеству жителей, посетителей Наташинский парк, он просто задыхается. Потому что там, особенно когда хорошая погода, выходные дни, там не пройтись. Потому что там народа, я так образно скажу, как в Шанхае. То есть много. И других таких точек, прогулок или, мы говорим, рекреации, на Северной стране-то и нет. Но я вам скажу, там рядышком и Касино, и даже туда Желево. Желево приезжает. Потому что таких, скажем, парков, именно в нашей, здесь, в нашем уголке, нет. Мы сделали Наташинский парк. Мы сделали этот парк. В том числе, мы были включены в программу парка Подмосковья губернатора Андреевича Воробьева. Эта программа действует. Мы ежегодно несем ответственность и отчитываемся по тому, что мы делаем в парках. Сегодня есть программа парки, включая по культурной программе, что в парке происходит. И у нас стоит задача, что у нас есть центровой парк, центральный парк. Конечно, он небольшой. Он всего там 13 гад. Но он меньше, чем Наташинский парк. Меньше, конечно. Он небольшой, он зажат. Он находится в такой плотной застройке. С одной стороны город, с другой стороны железная дорога. И все это дело зажато, включая Октябрьским проспектом. Тем не менее, он центральный парк, исторически сложившийся парк. И мы поставили задачу тоже привести его в порядок. У меня была идея его привести за счет инвестора, который мы пытались найти между парком и железной дорогой. Есть овраг, там, где иногда, если наши жители наблюдают, там проходят мотокроссы. Я думал, привлечь инвестора именно для бизнеса на счет этого оврага. И за счет него каким-то образом реконструировать парк. Ну, времена нетей особо у нас не получилось. Мы сегодня вошли в программу Московской области парки Подмосковья. Есть определенные суммы денег. В этом году мы выполним первый этап по реконструкции парка. Я надеюсь, что эти работы будут выполнены, потому что у нас и сметы, и экспертизы. Аукцион прошел, подрядчик имеется. По сути, 28-го числа, а у нас сегодня с вами 30-е, приступили к реконструкции парка. И я надеюсь, что мы, вот есть у нас сентябрь-октябрь, основные работы по реконструкции – это дорожки, то есть такая дорожно-тропиночная сеть, и она должна быть выложена из плитки. Это освещение, это две входные группы. Это будет выполнено. Немножко прерву. У нас есть небольшая видеонарезка. Я бы хотела сначала показать Томилинский парк сказок, чтобы было для сравнения понятно, каким он был, каким стал, и перейти к Центральному парку. Будьте добры, режиссеры, попрошу, покажите нам, пожалуйста, видеонарезку. Вот Томилинский парк, да, это было его открытие. Если кто помнит, каким он был, каким он стал. Были сделаны входные группы, также были сделаны дорожки, фигуры из сказок. Вот скажите, пожалуйста, по Центральному парку будет примерно что-то такое, либо лучшее? Ну, вы знаете, совершенству нет предела, и все эти работы, которые касаются парков, что мы делали Наташинский парк, что мы делали... Ну да, как раз, да. ...парк сказок в Томилино, все это сопровождается проектом, проектные решения, обязательно экспертиза, потому что бюджетные деньги могут быть затрачены... Но проект есть он, да, уже все? Естественно. Проект прошел экспертизу, проект прошел конкурсный отбор, был объявлен аукцион на эти работы. Все эти процедуры выполнены. Это длилось, и я вам скажу, вот весь этот год, потому что все, что связано с бюджетом, это не просто и не быстро. Поэтому эти работы уже проведены. Поэтому, что касается Томилинского парка, повторяю, что это было начато в этом году и продолжено в прошлом году, начато и продолжено в этом году. И я оцениваю, что парк в Томилино, он заиграл новыми красками, но там и территория под 30 га, и, по сути, это лесной массив, потому что я по этим вопросам выходил на Андрея Юрьевича Воробьева, этим занимался его заместитель Шупраков Александр Анатольевич, потому что эта территория, Томилинский парк, она входила в лесфонд. И лесфонд – это, скажем, заведение федерального значения. И, скажем, мы получали разрешение на то, чтобы администрация сегодня городского округа взяла это в аренду. Мы подписали соответствующие документы, и только после этого можно было проводить некие работы в этом парке, потому что в лесфонде запрещено. Поэтому мы эту работу выполнили. Что касается парка, который у нас, центральный парк, то это собственность администрации, это муниципальная собственность, здесь все проще. Действующий парк, поэтому мы тоже провели, я уже об этом говорил, все проектные работы, экспертизу, аукцион. Поэтому тоже сегодня подрядчик вышел на работы, сегодня эти все работы находятся под контролем. Осталось стащить необходимые материалы. Специалисты есть, поэтому сегодня идет закупка этих материалов, я имею в виду плитка, столбы освещения, кабеля, заказываем две входные группы. Поэтому эта работа сегодня в таком развитии. То есть до зимы какая-то часть работы будет сделана? Мы ставим эти работы, первый этап, о чем я сказал, входные группы, дорожная тропиничная сеть, освещение должны быть сделаны за эти два месяца. Замечательно. Мне подсказывает, есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Почелка Калинина. Очень приятно. Как вас зовут? Азаров Николай Васильевич. Я Владимиру Петровичу хотел задать вопрос. Здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый вечер, Николай Васильевич. Вот. Насчет телефона. У меня проблема с телефоном с октября 2016 года. Вот как только узнают, что я жаловаться подхожу, пишу заявление, передавал это заявление вашим помощникам, по вашей же, ну, вы мне представляли помощников, я передавал, включаю телефон. Две недели. Вот с октября, феврале включили, на две недели. И так далее. 23-го я был, включили, даже позвонили, работает, работает. И сейчас я звоню, работает. Вот в чем дело-то. Вся проблема. Телефон, ваш домашний телефон, да? Телефон домашний? Городской телефон. Я вот звоню сейчас, по-домашнему. Городской телефон, да? Да, потому что я 30-го числа июня, июля месяца был у вас, но вы меня, наверное, помните, я все время с вами так вот со стороны сидел не так далеко, и руку тянул, тянул, вот, и просил, и вы мне дали помощника. Я помощнику передал, конечно, это заявление. Вот сейчас, конечно, работает, вот, но временно, не знаю сколько. Но телефон сейчас работает? Вот сейчас вот работает. Ну и хорошо, поэтому будем надеяться, что будет работать. Я так понимаю, вы хотите спасибо сказать, что наконец-то телефон заработал? Ну да, два заявления я писал. Хорошо, Николай Васильевич. Спасибо. Поселка Калинино, 92-44. А зараз Николай Васильевич. Хорошо, Николай Васильевич. Хорошо. Владимир Петрович, такой тоже веселый попался, Николай Васильевич, я хочу задать тоже один такой вопрос, поднять, он прозвучал в прошлом эфире. Вот чем он меня зацепил? Он зацепил меня тем, что задавал его ребенок, а вопрос был на самом деле на взрослую тематику. И то, что просил ребенок, он просил это не для себя, он просил для многих детей. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, очень приятно. Рады, что ты дозвонился к нам в прямой эфир. Скажи, пожалуйста, какой у тебя вопрос? У меня вопрос такой. Почему на Октябрьском проспекте 384 корпус 3 начали возле садика, детского сада делать площадку и бросили строительство? Вопрос от ребенка, особенно взрослый. Кирилл, вот мне даже неудобно перед Кириллом, мне трудно сказать, почему начали и бросили. То, что начали, это хорошо, а то, что бросили, плохо. Поэтому давай, Кирилл, договоримся. Я вот выходя из студии вопрос себе записал и постараюсь то, что начали, чтобы очень быстро завершили. Владимир Петрович, держали связь с Кириллом или не видели Кирилла? Я Кирилла не видел, к сожалению. Но вот после этой передачи попробую его найти. А вы знаете, мы его нашли. Так. Я хочу вам показать, что же сейчас происходит с этой площадкой. Давайте посмотрим. На спортивной площадке я занимаюсь каждый день. Я люблю спорт и это мой любимый тренажер. Он нравится мне тем, что он качает мускулатуру. Теперь занятия спортом на свежем воздухе стали доступнее. Каждый день вместе с друзьями Кирилл проводит здесь все свободное время. Упражняется на тренажерах, выполняет невероятные трюки на турниках и играет на детской площадке. О такой спортивной и развлекательной зоне около дома Кирилл мечтал давно. До этого здесь была старая площадка с изношенными элементами. Когда ее наконец-то демонтировали и приступили к строительству новой, работа почему-то остановилась. Чтобы решить эту проблему, мальчик позвонил главе округа Владимиру Ружицкому во время прямого эфира на телеканале ЛРТ. Разговор у нас прошел хорошо, мне было не страшно. Решение было с помощью мамы. Она разрешила мне позвонить и уговорила, чтобы я сказал ему, чтобы нам построили эту детскую площадку. Новой площадке радуются не только дети, но и их родители. Молодые мамы, например, спокойны за безопасность своих малышей. Нам очень нравится площадка. Мы сюда приходим почти каждый день. Здесь есть удар в влощающей покрытии, что очень важно для маленьких детей. А дети, в свою очередь, наслаждаются играми на площадке. Теперь ради того, чтобы покататься на каруселях, не надо идти в соседний двор. Спасибо большое, Владимир Петрович, что вы нам сделали такую хорошую детскую площадку. Владимир Петрович, несмотря на то, что вы с Кириллом не знакомы и не видели его, но я думаю, есть службы, которые понимают, что не обязательно нужно дожидаться команды от Владимира Петровича и приступают к делам гораздо раньше. Мне, конечно, приятно, что вот такие есть сюжеты, потому что понятно, что... Сюрприз. Да, это и сюрприз, хотя когда мы ведем вот подобные эфиры, то я стараюсь фиксировать. Мы ведем протокол, потом даем поручения, потому что, когда что-либо в эфире озвучивается, а в конечном итоге не исполняется, то кроме возмущения, обиды и недоверия ничего не появляется. Поэтому там, где мы можем повлиять, я стараюсь влиять, и чтобы это как-то... Были обещания, они должны быть выдержаны. Поэтому могу сказать спасибо своим коллегам, потому что эти вопросы они решают Кириллу за его активность. Ну, а мы посмотрели по сюжету, площадка хорошая, поэтому остается только радоваться, и пускай ребята занимаются. Кирилл, со своей стороны я тоже благодарна тебе. Пусть это будет хорошим опытом для других ребятишек, но те договоренности, которые у нас с тобой были по поводу экскурсии, мы обязательно исполним, только позвони нам. Хорошо? Мне напоминает, что есть у нас еще один звонок. Хорошо. Здравствуйте. Говорите. Мы в эфире. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Аполлонина Татьяна Михайловна. Мне 70 лет. Я вожу свою дочку, внучку в хореографическую школу. Владимир Петрович, такой вопрос. Когда будет построена школа хореографическая, вот там ЗДК, Оксанский проспект, дом 2, 200. Это ЗДК. Я в курсе. Добрый вечер. У нас сегодня эта школа включена в один из инвестконтрактов. Есть застройщики ПБ Инвест. И мы дали как бы нагрузку на то, чтобы этот застройщик будет заниматься строительством жилья на северной стороне Люберец. И параллельная ему нагрузка, чтобы достроить вот эту хореографическую школу. Я надеюсь, если все сложится нормально, то в следующем году этот застройщик должен приступить к строительству. Сегодня экономика в целом непростая, но я надеюсь, что мы все-таки данного застройщика, ну, контракт подписан, и мы ему не дадим разрешения на вход в строительство жилья без возведения корпуса для хореографической школы. Поэтому мы это увязали. Я надеюсь, что это будет выполнено. Продолжая эту тему, скажите, пожалуйста, Дом офицеров, он задавался подобные вопросы в прошлом эфире. Работы велись активно. Когда будет открытие? Мы планируем все работы завершить до конца этого года. Потому что все вопросы, связанные, сегодня я уже об этом говорил не один раз, и сегодня хочу еще раз сказать, все, что сегодня происходит в бюджете, неважно, на федеральном уровне, областном, либо муниципальном, все деньги, которые выделяются то ли на строительство, то ли на закупку, то ли на какую-то реконструкцию, значит, все деньги должны пройти процедуру аукциона. Поэтому был аукцион на общие строительные работы, и он был выполнен, и сегодня они все выполнены. А также был аукцион на отделочные работы. Но в силу того, что это одно дело, когда строите с нуля, и все вы предвидите, и другое дело, когда вы реконструируете. Поэтому общие строительные работы были выполнены, а когда влезли в реконструкцию, когда влезли внутрь этого строения, там целый ряд вопросов возникло, там масса вопросов. То есть дополнительные расходы? Вышли дополнительные расходы. А дабы, скажем, эти доп. расходы узаконить, то мы должны опять же подготовить всю документацию, провести экспертизу и провести аукцион. Поэтому немножко получилась задержка, значит, придет где-то двух месяцев, пока это все шло согласование. Сегодня все согласования получены, аукцион объявлен, и, в принципе, все шансы есть до конца года завершить этот объект. С нового года запустится? Мы думаем, да. Планируется, да? Думаем, да, мы планируем. Долгие телезрители, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон на студии 8495-642-1950 и 8495-642-1952. Также у нас идет прямая трансляция на нашем сайте 3wlrt.tv в разделе «Лайв». Также в разделе «Комментарии» вы можете оставить свои вопросы. Вот, сразу мне напоминает, что есть звоночек. Здравствуйте, говорите. Вы в эфире. Здоровья. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Ермолаева Елизавета Ивановна. Очень здоровья. Добрый вечер, Елизавета Ивановна. Елизавета Ивановна. Очень добрый вечер. 1936 года рождения. Очень хорошо. Удавал участника войны. Ну, про телевизор же не будем говорить. Телевизор будет не включен. Елизавета Ивановна, какой у вас вопрос? Поставили. У меня вопрос такой. На каком основании поставили магазин под моими окнами с января месяца? Адрес скажите, адрес. Магазин стоял сбоку, в палатке стояли. А где у вас располагается этот магазин? Адрес, пожалуйста, адрес. А где у вас располагается этот магазин? Адрес какой? Люберцы, Октябрьский проспект, дом 373, корпус 7, квартира 9. Это ваш адрес. А магазин где-то рядышком располагается? А магазин где-то рядышком располагается? Я не поняла. Елизавета Ивановна, адрес мы записали. Я думаю, коллеги записали ваш телефон. Дам поручение. Мы к вам выйдем, посмотрим и подумаем вместе с вами, что можем сделать. Давайте так договоримся, потому что слышим о себе очень хорошее. Дам поручение буквально завтра своим коллегам и проверим. Хорошо? Владимир Петрович, не могу не затронуть такое мероприятие. Несмотря на то, что оно сентябрьское, но львиная доля подготовительных работ они все равно проводились летом в августе. Буквально через выходные будет 9 сентября. Это день празднования городского округа Люберцы. Что запланировано? Как всегда, все по традиции. Гуляние, концерт, салют? Или будут какие-то отклонения от традиций? Я могу сказать следующее. Что и традиционно, как мы планируем, будут какие-то и новшества в том числе. Мы сегодня в стадии подготовительной работы. Сейчас не буду все рассказывать. Но то, что мы планируем, все мероприятия будут начинаться где-то с 12. Активность где-то с часу и до 22. И не только в Люберцах, но во всех наших поселениях. Будут задействованы площадки традиционно. Если в Люберцах, это возле администрации. Это парк, центральный парк. Это Наташинский парк. И в наших поселках есть центровые места в каждом поселке. Мы тоже это обозначим. И будет подготовлена программа такая развлекательная, культурная. Приглашенные звезды будут? Мы сейчас этим занимаемся. Кто-то будет, конечно. Кого-то мы пригласим. Но мы всегда упор делаем на своих, я бы сказал, доморощенных. Потому что я оцениваю, что всегда, когда выступают наши, особенно детские коллективы, я скажу, это и весело, и красиво, и где-то душевно, и очень тепло. И я вижу, как светятся глаза детишек, и радость родителей. Это и соседи приходят. Это такое, получается, веселое представление. Поэтому, повторяю, что мы делаем упор, акцент на наших, на наши силы, на нашу самодеятельность, на детей, взрослых. Но мы приглашаем, в том числе, и, скажем, артистов, которые с определенным уже опытом и именами. Поэтому это будет, повторяю, в основном такая программа будет мощная, она будет раскручена. Это в Наташинском парке традиционно там есть. И где, и там всегда собирается народа много. Но это будет и в центре, в издании администрации. Мы всегда ставим здесь сцену, готовимся, освещение соответствующее, музыкальное сопровождение, аппаратура, ну, чтобы это было красиво. И это всегда при хорошей погоде. А я надеюсь, хорошая погода будет хорошая. Вот хотелось бы. Потому что 9 сентября – это в том числе день Москвы. Мы обречены на хорошую погоду. Это тоже в этом есть определенный плюс. Повторяю, поэтому это будет в Люберцах, в всех наших поселках. Поэтому будет концертная программа, будет работать торговля. В 22 будет красочный салют. Он только здесь в Люберцах будет? Нет, салют будет в том числе и во всех поселках. Такая задача стоит, чтобы, скажем, мы как-то ощутили вот этот праздник. Потому что есть день города Люберца традиционный, мы так отмечаем. Но сегодня мы превратились или реорганизовались в городской округ. Поэтому мы говорим, это день города Люберца, день городского округа. Это как бы такое массовое мероприятие, которое должно как-то дойти, или мы должны донести этот праздник желательно до всех жителей. Поэтому такая задача стоит. И мы будем над этим… Ну, сейчас работаем и будем дальше как-то пытаться, чтобы это было красиво и весело, и просто празднично. Я надеюсь, даже если погода будет плохая, будет все равно празднично и весело. Как показывает практика, последних лет на день города Люберца всегда хорошая. Потому что Москва стремится тоже в этот день организоваться. Чтобы погода была хорошая. Конечно, конечно. Мне подсказывает, есть звонок. Здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Амельченко Валентина Степановна. Я живу по Октябрьскому проспекту. У меня три вопроса. Вопрос такой. Остановка по Октябрьскому проспекту школа в сторону области. Абсолютно не оборудовано. Стоит там все эти ободранные, обшарпанные. Можно проехать и посмотреть. И не один раз уже задавался этот вопрос. Хорошо. Плохо ходит городской транспорт. Сегодня стояли целый час. Целый час стояли. Ни одного автобуса не было. Ни в сторону области, ни в сторону Москвы. Кроме этих маршруток. Все. Нам только пешком. И еще такой вопрос. Когда наконец уберется эта торговая точка около храма. Непотопляемый. Непотопляемый. Это около храма. Где торговая точка? На Октябрьском проспекте. Октябрьский проспект около храма. Хорошо. Давайте посмотрим. Ваши вопросы. Хорошо. Я вопросы записал. Поэтому постановками поработаем и позанимаемся. Я думаю, что мы этот вопрос с состояниями решить. Тут нет больших проблем. Тем более мы сегодня вместе с областью мы отрабатываем. Скажем, чтобы было в едином стиле автобусной остановки. Это будет централизованно закупаться через область. Поэтому мы сегодня этот вопрос на контроле. Мы его отработаем. Что касается транспорта. Да, проблема такая есть. Зашел новый перевозчик. Мы сегодня с ним работаем. Отрабатываем. Потому что были перевозчики, которые устоялись. Которых мы как-то, скажем, поставили на ход. И они были нам понятны. И была какая-то ответственность. Ну, проходил аукцион по весне. И сегодня все же через аукцион. И зашел, по сути, неизвестный нам перевозчик. И мы сегодня находимся с ним в определенных тренировках. И мы сегодня понуждаем, чтобы он и автобусы, или этот транспорт ходил в графике, была соответствующая культура у водителей. Ну, и обязательно отслеживаем сегодня вместе с жителями, скажем, именно промежуток между автобусами. Интервал между автобусами. Потому что, ну, сегодня в этом плане есть нарекания от жителей. И будем с этим перевозчиком работать. А этот перевозчик, он по каким-то определенным маршрутам? Либо он берет полностью весь город? Нет, это установлено на сегодняшний день. И маршруты, которые, будем говорить, скажем, являются не городскими, а, скажем, межгородскими, межрайонными. До бетро. Да, это, скажем, что за пределами Любрица. Это перевозчик, который этот аукцион выиграл. Ну и вот по третьему вопросу, что касается торговых точек возле храма. Я себе записал, буквально тоже вот завтра дам поручение еще раз проверить, на каком основании, почему и какие перспективы. И у нас еще один есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Зовут меня Анна Александровна Андреева. Мы вас слышим. Я проживаю в улице Кирова, дом 49. Какой у вас вопрос? Вопрос у нас следующий. У нас во дворе площадка детская, очень старая уже. А в этом августе уже даже качели убрали, потому что они стали опасны для детей. Хорошо, Анна Александровна, я вопрос услышал. Смотрите, мы каждый год, я уже об этом говорил, мы каждый год стремимся заменить 10% от количества, скажем, 10% дворов от всего числа дворовых территорий. У нас, я уже говорил, 672 двора. В этом году мы ремонтируем 69 дворов. И там ставим площадки детские, спортивные, ремонтируем двор, освещение, пытаемся решить проблему парковок и так далее. В следующем году тоже где-то в пределах этой цифры, там 65, 68, 70, мы двору будем ремонтировать. Я ваш вопрос записал, дам поручение и постараемся в следующем году планово поставить ваш двор в план и тоже навести порядок. Потому что, понятно, идеальный вариант в течение одного года все решить, здесь все новое, все красивое, и все от этого получают удовольствие. Но у нас нет такой возможности, потому что это большие финансовые затраты. Тем более, если мы делаем сегодня детскую площадку или спортивную площадку, мы обязательно делаем эту площадку с резиновым покрытием. Оно травмобезопасное. И сегодня уже люди не хотят, чтобы это была площадка на песке или на гальке. Уже люди это не воспринимают, не принимают и возмущаются. Тем более, у них есть сравнение Москва рядышком. Нет, зачем нам Москва, когда мы сегодня уже на протяжении двух последних лет ставим детской спортивной площадкой только с резиновым покрытием. Только. Поэтому у нас сегодня есть и опыт, мы этим занимаемся. Поэтому в Люберцах сегодня есть на что посмотреть. И много у нас уже и хорошего, и опыт такой есть. Просто будем этим дальше заниматься. Еще одна новость практически с колеса нам произошла сегодня. Это открытие единого диспетчерского центра. Вот скажите, пожалуйста, вы были на его открытии, на его презентации. Ваше впечатление, что он собой представляет и какую долю он будет выполнять? Ну, я скажу, что здесь ничего нового нет. Потому что мы вот диспетчерскую службу в том году мы открыли на базе ЛГЖТ. Поэтому вот Люберецкое городское жилищное средство, я уже об этом говорил, самая крупная управляющая компания в Московской области, работает достаточно серьезно, я оцениваю устойчиво. И в этом плане нет у нас вопросов. И это большой жилой фонд. Поэтому эта компания обслуживает порядка 130 тысяч жителей в Люберцах. Поэтому на сегодняшний день есть опыт работы с жителями через единую диспетчерскую службу этой компании. Потому что этот центр, единый центр, он работал в ЛГЖТ. Но у нас сегодня еще есть служба 112. Поэтому служба 112 принимает все. Пожары, драки, какие-то вопросы, связанные со скорой помощью, с какими-то разборками между соседями, заканчивая тем, что собаку потеряли там или кошка не туда залезла. В службу 112 приходит все. Замок в двери сломался. В том числе и вопросы касательно ЖКХ. Тепло, электричество, кровля течет, балкон может отвалиться. Все стекает в службу 112. Потом служба 112 транслирует эти вопросы в жилищный комплекс, в ЖКХ и дальше там разбирается. Поэтому сегодня стоит задача, и не только у нас, а в целом в области, чтобы как-то и высвободить службу 112 от таких, потому что идет трансляция дальше. Чтобы, скажем, служба 112 как работала, так и работает. В том числе она будет принимать звонки по ЖКХ. Но люди должны знать короткие телефоны единой дисциплической службы по ЖКХ в Люберецком районе, в округе. И если есть проблема то ли с газом, то ли с теплом, то ли с кровлей, то ли с водой, сразу же набирает этот номер напрямую, и эти все вопросы решаются. Поэтому такую задачу мы для себя поставили с этого года. И мы к единой дисциплической службе ЛГЖТ присоединяем сегодня все управляющие компании городского округа. Поэтому сегодня... Практически все поселки также будут... Поэтому сегодня на процентов 70-75% всех управляющих компаний такие соглашения заключили. Есть ряд компаний, которые там по тем или иным причинам или в сомнениях, либо не понимают, что из этого будет в конечном итоге. Но мы этой работой занимаемся, эту тему мы закольцуем, и вся эта работа будет сведена к единой дисциплической службе на базе ЛГЖТ. Она будет носить такой общегородской характер, где, неважно, живешь ты в Октябрьском, в Красково, Коренево или у Матюково, есть проблема с водой или с теплом. Набирал номер, это диспетчера приняли. Все это выносится на мониторы. Идет информация дежурным службам. Дежурные службы будут на контроле дисциплической службы. Мы будем наблюдать, что делает дежурная служба. Дежурная служба должна отчитаться перед ЕДДС, потому что там будет свое управление. И когда работа будет выполнена, все будет зафиксировано. И после этого будут оплаченные работы, подписаны наряды и прочее. То есть эта работа будет носить такой системный характер. И она сегодня, по сути, у нас есть представление, как это будет, как это должно быть. Потому что опыт у ЛГЖТ уже есть. Мы не с чистого листа начинаем. Мы просто расширили эту службу на территории всего округа. Мне подсказывает ЕДДС. Есть звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Мария Николаевна. Я житель дома 38 по улице поселка Калинина. Во-первых, Владимир Петрович, хотелось бы вас поблагодарить за детскую площадку, которую в этом году установили перед нашим домом. Очень красивые. Детки довольны. У меня два вопроса. Первый вопрос. У нас площадь перед домом позволяет, возможно ли установить какую-то спортивную площадку в виде баскетбольного поля, либо футбольного поля для детей постарше. И второй вопрос. У нас перед домом со стороны подъездов установили незаконно, самовольно жители бетонные блоки, которые поставили на цемент, перегородив тем самым пол дома. Теперь транспорт не может подъехать. То есть он подъезжает либо с одной стороны, либо с другой стороны. Вот почему поставлены эти блоки, непонятно. ЖУ-3 обращались, они отказали убирать эти блоки, потому как сказали, что нет техники, а отдел по благоустройству обещал решить этот вопрос. До сих пор решений с 10 августа нет. Вот хотелось бы все-таки решение какой-то этого вопроса. Хорошо, я эти вопросы записал. Что касается баскетбольной площадки, я так сейчас не смогу сказать, потому что это надо смотреть территорию, если там есть возможность. Если есть малейшая возможность поставить там баскетбольную площадку, либо кольца баскетбольные, мы это обязательно сделаем. Опять же, я записал, поручения такие дам. Что касается блоков, тоже дам поручения своим коллегам. Завтра с выездом на место, я думаю, что там телефоны вы оставили свои, вместе с координируемся, вы с выездом на место, примем решение, что там можно сделать. Ну, я думаю, ничего невозможно. Я не вижу проблемы, если это мешает жить людям, это надо убирать. Владимир Петрович, к сожалению, наше время потихонечку подходит к концу. И не могу не затронуть еще один праздник. Он любимый, наверное, праздник у всех. Это 1 сентября, День знаний. Все через него проходили, либо будут проходить. Вот что бы вы пожелали учащимся, родителям и учителям в новом учебном году? День знаний. Во-первых, это школа, начало нового учебного года. Я всегда с трепетом бываю в школах. Для меня определенное, скажем, ну такое, я бы сказал, даже учащенное сердцебиение, когда происходят выпускные балы, и когда посещаешь школу, это другая совершенно какая-то картина, какие-то впечатления другие. Но и какая-то радость, какое-то ощущение счастья, когда ты в школе бываешь 1 сентября. Потому что это какая-то всеобщая радость, какие-то новые эмоции, потому что приходят первоклашки. Кстати, я хочу сказать, что в этом году у нас первоклашек на 300 человек больше, чем в прошлом году. Но есть свои, скажем, плюсы огромные. Ну а для муниципалитета это определенные задачи, которые мы должны решать. В этом году у нас в пяти школах шесть первых классов. В школе шесть первых классов. Это у нас, значит, у нас три школы в новых микрорайонах. Это 7-8 и в том же, там где микрорайон Зенина, шесть первых классов. Это в 28-й, да, школе? В 28-й, да, 28-я школа. И в октябрьском 53-я и 54-я школы, в двух школах по шесть первых классов. То есть я хочу вам сказать, что мы, я проговаривая эти вопросы с социологами, с учителями, говорят, вот эти годы 9-е, 10-е, 11-е, они были настолько урожайные для деторождения, что у нас много детишек, слава богу, и сегодня они все идут в первый класс. И это тоже счастье для родителей, но, повторяю, это для муниципалитета, для меня в частности, надо думать о расширении школ, потому что если вот эти годы будут по шесть первых классов, то понятно, что они же, дело времени, когда будут и в 10-м, и в 11-м, и понятно, что школы будут переполнены. И сегодня стоит задача, мы над этим думаем, что же дальше нам делать. Эта проблема есть. Сегодня у нас все укомплектовано, да, у нас, более того, у нас по целому ряду школ есть свободные места. Но при такой рождаемости, понятно, нам надо думать, в том числе, о новых школах. На перспективе. Мы будем этим заниматься. Поэтому я хотел бы искренне пожелать нашим детишкам, которые пойдут в первый класс, познавать этот мир, радоваться жизни. Родителям, конечно же, первоклассник, я хотел бы искренне пожелать, детьми надо заниматься, ими надо заниматься и с любовью, и как-то, и с радостью, и познавать этот мир вместе с детьми, потому что можно этот мир смотреть глазами детей, и это другие открытия возникают у человека, я по себе знаю, и по своим друзьям, кто общается, потому что мир детства, и когда взрослый человек смотрит через глаза детей, этот мир другими красками светится. Поэтому я хотел бы искренне пожелать и детям, и всем, и здоровья, и удачи, и понятно, что познавать этот мир, хороших оценок. У нас огромный институт учительства. И я уже об этом говорил, и не перестаю говорить, и не перестаю об этом говорить, что Люберецкое учительство наших педагогий, они одни из лучших и в области, и, наверное, в России, потому что они душу отдают, и мне достают удовольствием общаться. Я тоже хотел бы нашим учителям пожелать искренне и здоровья, в первую очередь, но и такой своей самоотдачи, но в то же время и благодарных учеников, потому что очень важно, когда тебя ученик, этот ребенок, слышит, слушает и набирается ума-разума. Ну, а нашим родителям получать удовольствие от детей, прислушиваться к мнению учителей, возможно, где-то вовремя подсказать своему ребеночку, чтобы тот так или иначе обратил внимание на то, что надо обратить, это тоже очень важно. Поэтому такой треугольник – родитель, ученик, учитель. Я искренне желаю вот этому треугольнику, чтобы было понимание, было взаимопонимание, была бы какая-то взаимопомощь, потому что если в этом треугольнике что-то не так и нет этого контакта, тогда включаются другие силы, включается улица со всеми… Превращается в Бермудский тогда. Да, и неизвестно, что получится. Поэтому я искренне желаю, чтобы этот треугольник настолько был слаженным, настолько было там взаимопонимание полное, и тогда все в гармонии. Учитель в радости, родитель, он гордится своим ребеночком, а ребенок вырастает нормальным, хорошим человеком, получает профессию, идет по жизни, с благодарностью говорит учителю слова благодарности, благодарность родителю, и тогда все просто будут светиться от счастья. Поэтому я желаю всем счастья, здоровья, удачи, и изучаем дальше этот мир. Потому что 1 сентября – День знаний. Это изучение все, что вокруг тебя, и надо себя понять, себя изучить, и смотреть через себя, этот мир воспринимать. И он, в принципе, гармоничен, мир вокруг нас красивый, и давайте этот мир радовать. Спасибо вам за эфир, Владимир Петрович. Я присоединяюсь также к вашим пожеланиям. Ученикам хочу пожелать новых знаний, учителям терпения, а родителям того и другого и побольше. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Сегодня в студии с вами был глава городского округа Люберца Владимир Петрович Ружицкий и Светлана Дембицкая. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова